С момента выделения этих участков семьи многодетных прошло более двух лет. При этом здесь все осталось так же, как и прежде. Видны остатки казарм, валяется строительный мусор и кругом растут большие деревья. При этом в прошлом году была проведена рекультивация, но тем не менее спилили только деревья и они также и остались валяться на своих местах. Две сотни участков и все они в ужасном состоянии. Строиться здесь невозможно и это понимают даже дети. Как ты думаешь, можно ли вот на этом месте построить дом? Нет. Почему? Потому что тут все разбросано. Кочки и тут можно наколоться или вообще убиться. Даже мой маленький соведущий уверен, что на данном участке построить совершенно ничего невозможно. И остается только догадываться, сколько сил, средств и времени потратят владельцы этого участка на его рекультивацию. Многодетные, которые получили здесь участки, уже устали обивать пороги администрации. Они просят немного, чтобы здесь провели рекультивацию, а также убрали строительный мусор. Пришли ими жевать, лезли через дебри. Вот сейчас, в прошлом году убрали все эти кусты и деревья, а в этом году заново все убирать. Рядом туалет был. Плюс еще неимоверно, сколько мы вытащили оттуда этой проволоки колючей. Ну и даже пуговицы собрали, вот эти солдатские. Ну и, конечно, дорога вот такая вот. Все там, ну это, сама дорога, видимо, там или что-то там было. Осенью чистили, один трактор тут бегал, больше тут ничего не было. Я приезжала два раза, разговаривала с механизаторами, почему на ту сторону не идут. Нам сказали вот здесь почистить. Вот эту сторону почистили, а эта сторона была что, трава и деревья. Все, а с той стороны бетон сплошной, туда не хотят ехать. Эти участки выдавались два года назад, поэтому уже многие успели их оформить, а кто-то и продать за бесценок. Скупают, как правило, участки получше, да поближе к Саратовскому шоссе. Была куча мусора огромная. Казармы, наверное, вот там были, в том углу. Чистили, трактор загонял, выгребал все. Вот вчера ковырнули немножко, подняли бетон снизу. Ну, так-то я разрешаю на строительство, уже сдал документы. То есть, вот мне сколько там, недели, две, месяц ждать, не знаю пока. Строительство на 10 лет, я думаю, будет что-то здесь все-таки когда-то. Несмотря на то, что строиться здесь невозможно, налоги за эти участки многодетные платят исправно. Причем изначально платить приходилось по 18 тысяч рублей, поскольку эти участки относились к категории земель специального назначения. При предоставлении данного земельного участка, да, вот на этой территории, в архитектурном отделе показали проект рекультивации земли, да, на котором указано сколько техники, сколько сил требуется и в течение какого срока. То есть, проект рассчитан был в течение месяца выполнить полную уборку территории вот этой. Вот, ну, к сожалению, как бы два года уже прошло, все на данном этапе. Вот, а налоги также как бы в районе 4 тысяч платим. Вот, то есть, даже если 200 участков, да, мы умножим на 4 тысяч рублей, довольно-таки немалые суммы, на которые все-таки что-то могло бы делать. Терпение многодетных кончилось, поэтому они обратились к депутату Госдумы Николаю Панкову. Тот не пожалел выходного дня и приехал в Балаково на встречу. Причем организована она была не в кабинете, а прямо на месте. К назначенному времени на участки прибыли десятки многодетных. А вот от администрации был только Павел Канатов, руководитель управления ЖКХ, который к выделению участков, так же, как и к обустройству, имеет весьма посредственные отношения. Почему же ответственные лица не пришли? Предлагали одно, думали, получили совсем третье. Что совсем неправильно. Кто у нас от власти? Я от администрации. А, вы от администрации. Что получилось, скажите? Мы, когда закон отпринимали, мы подразумевали большое спасибо сказать тем семьям, которые рожают детей и укрепляют наше государство. И для этого государство им... Нет, на самом деле, мы именно поэтому закон принимали. На самом деле, потому что государство им другого на сегодняшний день дать ничего не может. Понимаешь? Николай Панков выслушал все вопросы многодетных и заявил, что в этих проблемах виновата прежде всего местная власть, которая, во-первых, выдала участки в таком состоянии и, во-вторых, не торопится их приводить в порядок. Возможно, власть исходила из хороших побуждений. В черте города дать участки людям. И это правильно, что вы исходили. Но неправильно то, что вы людям эти участки отдали сначала, а теперь говорите, ну вот какие есть. И даже не знаете, что дальше с этим делать, я так полагаю. Или какие-то у вас предложения. Вы скажите, вы когда с ними встречались в таком вот составе-то? Ну, не в полном составе, но когда приходят, мы встречаемся с ним, обсуждаем-то. Вы абсолютно правильно говорите, потому что это земельный участок, она более как бы приглядный в черте города. Но, к большому сожалению, когда Миноборона оставила этот участок, естественно, здесь находилась база, техника, в том числе горючее смажется материала. Для того, чтобы все-таки привести в соответствие, здесь была проведена проверка насчет вредности. И, естественно, здесь обнаружено, что в некоторых местах имеет, где, скорее всего, стояли баки под горючей смажным материалом, необходимо провести здесь рекультивацию. Где стояли хозпостройки и где стояли границы, там, естественно, этого загрязнения нет. Поэтому мы говорим, что одна четвертая. Мы сейчас говорим о чем? А вы говорите, нормально, ненормально? Вы говорите, будете рекультивацию делать, где было загрязнение установлено, про это. А вот это вот, где нет загрязнения, это что? А здесь мы будем увозить, это все. Ну, это когда вы будете увозить, если у вас один трактор работает, и уже вы в течение, я так понимаю, с 13-го года у них эти участки, да? С 13-го? С 15-го, то есть два года у них эти участки. Мы постараемся как-то оперативно. Нет, постараемся, но я не знаю, но и когда вы планируете сделать. Благоустройство участками они не должны заниматься, или нет? Или вы думаете, что вы отдали им лес, и они должны сами его пилить, выкорчевывать? Вот как это вообще? Николай Васильевич, ну, я считаю, что вот это все мы должны вывести. Ну, сказать, выкорчевывать, выкорчевывать. На самом деле, они даже вам вопрос не ставят уже по опилке и выкорчевке деревьев, они говорят, ну, хотя бы фундаменты, бетонный мусор, увезите то, что они не смогут. Я про это, конечно, промолчал, когда вы мне задали вопрос. Нет, вы промолчали, понимаете, вы промолчали, они-то уже не могут молчать. Почему? Потому что этот участок у них находится, я так понимаю, в собственности. Я смотрел, уже налоги с них тем более платят, понимаете? Здесь нужно решать, но это, прежде всего, задача местной власти. Местной власти, понимаете? Может быть, смотреть или по обмену этих участков, или как-то, я не знаю, но то, что дать, то, что вот сейчас, это же вот чья-то земля мы стоим. В течение года, если они не дадут план о строительстве или того, что они там видят, что используют, потому что у них этот участок изымут. Не только плана, а начнем строительство. Начало строительства. Понимаете? А у них получается, что они налоги заплатили из их бюджета. Я вам честно скажу, посмотрел по справкам о состоятельности этих семей, я не скажу, что они богатые. Вы же им не определили, не сказали, что мы будем 5 лет вести рекультивацию, и только через 5 лет вы можете приступить. Тогда, может быть, они и не брались за это. Мы же их сами втянули, понимаете? Мы их втянули чем? Тем, что сказали, вот вам земля. Если бы мы это не говорили, сказали, вот вам натальная земля, или там, я не знаю, майанги земля. Это один вопрос. Но сегодня мы сами юридически людям сказали, 3 года назад, в 2015 году, сказали, люди, вот вам здесь участки. Они согласились. А теперь мы, конечно, они говорят, слушайте, ну вы нас сами, это же у них произошли затраты. Никакой компенсации им за это не будет. Не за проект, не за межевание, не за всякие налоговые вычеты. Надо сесть и с каждым разговаривать, сказать, ребят, мы сегодня делаем, что основное, вот найдем эти 2 гектара, это рекультивируем. Потому что там, да, на самом деле были, к примеру, какие-то ГСМ, к примеру, да? А вот на этом мы уберем фундаменты, здесь уберем бетон, там уберем, сожгем мусор, понимаете? И у вас тогда останется по частям. У кого-то останется лес, скажите, лес мы тогда будем все равно на осень перенесем, потому что там и листвы уже не будет, и легче. Вот так нужно действовать. Ну просто у вас, она проблема общая, вы в нее уперлись и никуда не двигаетесь. Они вам варианты предлагают. Это хорошо, что они эти варианты. Кто-то предлагает, давайте мы в другом месте участок возьмем, это тоже вариант. Просто надо с каждым индивидуально работать. Почему я первый вопрос задал, вы встречаетесь с ним или нет? Просто видно, что не работает просто. Это неправильно, понимаете? Если надо, давайте у губернатора встречаться или как-то. Но в любом случае мы будем понуждать власть, чтобы она работала с людьми. И здесь, слушайте, ну можно тут улыбаться, можно не улыбаться. Ну можете, делайте, не можете, другие пускай приходят. Но так не может быть, ребята. В итоге из числа многодетных была выбрана группа активистов, с которыми Николай Панков будет встречаться для обсуждения вариантов решения проблем с участками. Первая такая встреча должна состояться уже через пару недель.